привет друзья вы снова на канале ремонтник тв и сегодня я буду говорить о ударном гайковерте и так многие просто часто задаются вопросом в чем преимущество отличия данной машинки и кому зачем он нужен такой инструмент ударный гайковерт многие скажут обладает тангенциальным ударом но за таким пафосным названием тангенциальный удар лежит довольно таки простой процесс об этом я сейчас буду говорить итак подходим ближе и собственно наблюдаем в данном случае меня гайковерт энхель но нет привязки к какому-либо названию так как в данном корпусе разные производители заказывают в китае свой гайковерт будь там просто 20-30 разных названий этот корпус металлический он может быть не крашен просто быть такого алюминиевого цвета или серебрянкой вот здесь не черный то есть название не играет ни малейшей роли главная конструкция о ней мы будем говорить позже но что такое тангенциальный удар он производится в плоскости перпендикулярной оси вращения вот так и чтобы лучше понять немного теории скажем тангенс рассматривает связь между катетами и острыми углами прямоугольного треугольника но мало кто задумывался изучая тангенс в школе что первоначально он был необходим чтобы найти касательные линии к заданной кривой само понятие возникло от латинского слова тангенс который означает трогающий касающийся вернемся к нашим бараном более понятным языком усилия по закручиванию болтов и гаек прилагается не непрерывно а высокочастотной серии небольших ударов как будто вы наставили на гайку рожковый ключ и начинайте по нему постукивать тем самым откручивая этот болт вот здесь и будет тангенциальный удар то есть трогающий касающийся общее прилагаемое усилие вычисляется как сумма этих ударов в единицу времени для чего я буду применять ударный гайковерт многие только ухватив его в руки начинают сразу откручивать колеса автомобиля показывая какой он мощный но я сейчас покажу более интегрированный вариант использования в мастерской при ремонте бензотехники как вы уже догадались мне уже не понадобится стопор поршня это те шнурочки с узелками которые я постоянно применяю то есть выкручивая свечу стопорю поршень и начинаю гаечным ключом или там воротком откручивать вот эти болты центробежной муфты кулачков центробежной муфты раскручивать гайку фиксирующую маховик на конусе или храповик или там центробежную муфту бензопилы все тоже из бензопилой из мотокосой я проделывал с помощью вот этих шнурочков можете перейти по ссылкам в описании будет видно как я их применял но в данном конкретном случае мне они уже не понадобится то есть наверно понадобится один для обучения и нужно мне понять с какой силой зажимать гайки маховиков от себя скажу что здесь момент фиксации это 42 ньютон на метр по документации то есть 42 45 в бензопилах по моему 45 мотокосе здесь это 43 поршневая здесь побольше коленвал будет чем в 33 здесь 42 по моему вот мне сейчас предстоит наловчиться этим гайковертом осуществлять такую силу фиксации так здесь пока не разработана фрикционное кольцо которое удерживает головку естественно беру перчищи наверно для упора лучше положить вот так вот так и откручиваем но все дело в шляпе секунда дело это очень быстрый метод будет замены колодок центробежной муфты скажем так вот так обратно прижимаем и откручиваем так довольно таки неплохо было зажата все почему потому что здесь вот эти болты сидят на резьбовом фиксаторе видите я их в данном случае не разогревал феном вот фен я его здесь не применял просто взял и раскрутил то есть напряжение на руки никакого не было я мог и за муфту удержать и замаховик это все удержать головка на 13 пока я не обзавелся ударными головками но это все в будущем сейчас я просто его испытываю открутить это плевое дело главное сейчас правильно закрутить и не пережать я раз сейчас откручу опять же ничего не стопорю берем и я думаю она сразу поддастся то есть она не так сильно была зажата но сила фиксации здесь спорный момент так как здесь длинный болт и много фиксатора на резьбе а здесь гаечка чтобы снять маховик все знают нужно закрутить сюда какие-то болты проставки и сделать напряжение съемником бывает сразу слетает маховик white нужно ударить вот в это место об этом поподробнее вы также можете смотреть в предыдущих моих видеороликах которые есть в описании ну а пока это я проделаю например ускорено итак друзья вы все видели я закрутил два сюда штатных болта которые держат кулачки центробежной муфты дальше сделал напряжение съемником для подшипников чтобы маховик норовил постоянно выпрыгнуть со своей посадки но он жестко здесь сидел поэтому через проставку деревянную один удар молотком и просто он спрыгивает сейчас я попадаю всю на шпонку все есть и как равномерно закрутить так чтобы не пережать потому что здесь можно скломать вот этот выход коленвала резьбу и придется нам менять весь полностью коленвал итак берем наш гайковерт так опять же гаечку на гаечку мы резьбового фиксатора наживляем гайку на резьбу вручную не докручиваем дальше все знаете чем больше я держу на кнопке свой палец тем сильнее гайковерт закручивает гайку но здесь сила фиксации этого гайковерта до 300 ньютон на метр то есть довольно таки неплохое усилие но чтобы здесь ограничить это 40 ньютон на метр 42 как я сказал здесь нужно какую-то долю секунды то есть только он начинает трещать или начинают происходить удары там внутри в механике мы прекращаем затяжку дальше это все я буду проверивать динамометрическим ключом чтобы себя на первом этапе контролировать то есть чтобы понять как работает инструмент как работает гайковерт ну это немаловажно и так продолжаем то есть доля секунды больше я сжать не стал и так дальше просто откручиваю свечу и вот сейчас мне пригодится для обучения стопор поршня как я сказал но если наловчиться это не трудно делать уже то есть на глаз главное вот на данном этапе это просто понять для себя все есть дальше выставляю ключ на 40 наверное все таки я поставлю на 43 44 если дотянется будет хорошо так вот так я думаю будет удобнее чтобы не напрягать уши бачка чтобы их не обломать ну и сейчас вот пробуем что получилось вот я почувствовал чуть-чуть дотянулся чуть-чуть дотянулась гайка и сработал механизм и так с этим я определился дальше вот эти вот эти болты которые на муфту я также их мазюка и фиксатором для резьбы вот один болт 2 все ставлю точно так же но и это уже я проверять не буду 1 2 дальше мы можем сразу проверить не пережали мы поэтому берем шлицевую отвертку и вот так отводим каждый кулачок пробуем что все нормально и так перейдем к другой клетке это будет бензопила здесь также нужно мне снять маховик для ремонта здесь что-то проблема с сальником там пластина прижимная похода отсюда вылетела которая сальник прижимает поэтому я беру опять же головку на 13 все секунда дело видели там маховик один раз может провернуться но здесь не жестко зафиксированный механизм все точно также снимаем маховик и так друзья что я хотел показать вот видите я говорил здесь нет прижимной пластины а шметки вот здесь уши остались под прижимными винтиками которые удерживают эту фиксирующую пластину сальника но и сам сальник спасти на отсюда где-то вылетела а сам сальник вот он разорван искорежен поэтому я сейчас меняю сальник ставлю новую пластину и буду уже собирать маховик о все есть маховик на шпонке опять же сюда фиксатор берем гайку наживляем есть и уже закручиваем несколько ударов я думаю даже много но сейчас я тем не менее себя опять же проконтролирую это на первых этапах всегда следует обучаться всегда следует внимание определять определенным моментом как я в данном случае так где мой динамометрический ключ 45 ньютон на метр и здесь бензопила удобно прижать алюминиевым шасси на стол и проверить затяжку так ну мне видно было что я протянул еще где-то приблизительно ну градусов 5 протянул и сработал щелчок то есть 45 я не дотянул но все 40 я думаю здесь были сильнее здесь затягивать не нужно это я уже по правилам ну как производится усилие зажатия вот это общее прилагаемое усилие вычисляется как сумма усилий этих ударов в единицу времени то есть вот так по-научному будет но при малых нагрузках инструмент работает в безударном режиме с непрерывным усилием быстро закручивает гайку по свободной резьбе а при возрастании сопротивления переходит на ударный режим и производится затяжка высоким моментом вот все данные могу показать 2 600 оборотов то есть квадрат полдюймовый 450 ватт я конечно в следующем видеоролике уже разберу эту машинку и покажу как она устроена внутри ну а пока уважаемые друзья вы наверно подумали ну я тоже так подумал что будет уже конец ролика но не тут то было я забыл одну важную вещь то есть момент как будет работать гайковерт с выкрученной свечой как он будет зажимать гайки и как будет откручивать собственно почему я сейчас в гараже потому что у меня подопытные кролики в мастерской закончились а в гараже у меня туева хуча всяких вещей которые ожидают своей починки и так здесь у меня бензопила это малышка олеомаг 937 модель и здесь по ходу проблема с сальниками сейчас я буду раскручивать центробежную муфту и также сниму маховик но прежде всего я естественно сниму пусковое устройство потому что если я буду закручивать кулачки центробежной муфты я оборву шнур пускового так берем 1 да короче без свечи вот эта гайка не хочет откручиваться главная сторону не попутать здесь левая резьба короче авоз и ныне там так вот от руки я зажимаю свечу вот так поставлю чтобы было лучше видно вот так ставлю и пробую открутить ну как вы видите все дело в шляпе колодки центробежной муфты я открутил сейчас уже можно сюда заглянуть так здесь проставочная шайба звездочка все на игольчатом подшипники так нужно будет потом снять маслонасос и осмотреть сальник ну а с этой стороны с этой стороны также свеча на месте без свечи почему-то не выкручивать теперь уже правильно мы будем выкручивать не вправо как левую резьбу а влево так есть гаечка на месте и так дальше друзья чтобы снять маховик я ничего умнее не придумал так как развести вот эти кучки храпового захвата взять медный молоток взять за маховик и по коленвалу все выбить вот так на весу держу и вот так выбиваю так довольно таки плотно сидел короче друзья осмотрел я сальник немного здесь прочистил он в идеальном состоянии как будто бензопила и не работала эти все восемь лет поэтому я с этой стороны сейчас обратно ставлю маховик пока кулачки вот так побуду до зафиксированы здесь нет внутри металлической то есть железной гильзы как в китайском варианте я только что показывал здесь все сделано с алюминия то есть отлита и шпонка отлита также с алюминия поэтому здесь момент фиксации где-то 30 не тонн на метр поэтому намного нежнее надо быть с этим аппаратом так попадаю шпонкой шпонкой попадаю на свою посадку ох есть дальше здесь не применялся резьбовый фиксатор потому что здесь есть вот такая пружинная шайба я хочу показать что она изогнута свеча на месте но я не хочу сильно зажать поэтому я наверно выкручу свечу свечное отверстие буду затыкать пальцем то есть видели из-под пальца вышел какая-то дисперсия но тем не менее коленвал начал вращаться ну в принципе я думаю вот такой метод будет наиболее щадящим к гайке я сейчас выставлю изначально 30 не тонн на метр есть четко 30 и пробуем что получилось короче вы все видели дотянул я где-то 5 8 градусов и сработал щелчок то есть 30 не тонн на метр больше тянуть алюминиевый маховик не стоит ну конкретно в этой модели я так по размеру смотрю ну короче какой город такая бомба в принципе гайковертом можно пользоваться но закручивать при выкрученной свече и контролировать свечное отверстие ну я например пальцем попробовал мне понравилось то есть затяжка не такая сильной как в предыдущем варианте я показывал с китайской бензопилой ну то есть такой метод имеет все шансы получить номинацию оскар и так я сейчас запускаю волшебный телепорт если вам понравился данный видеоролик естественно можете поставить лайк жмите на колокольчик чтобы не пропустить видео на канале а кто еще не подписался обязательно подписывайтесь а пока всем удачи